Дорогие друзья, братья и сестры, я очень рад приветствовать вас сегодня, в этот такой праздничный день, когда, как мы слышали, столько поздравлений, все празднуют, поздравляют и благословляют своих матерей. Я также хотел бы, в свою очередь, поздравить всех мам, всех бабушек, всех сестер, кто на этом месте. Я думаю, что помимо того, что мамы, они заботятся о своих детях, они воспитывают, они проходят в своей жизни очень много переживаний, их жизнь, она также ознаменована тем, что они очень много молятся за своих детей, они стоят в проломе, они умоляют, тревожат небо, чтобы их дети служили Господу. И я думаю, любая мама, которая знает Господа и которая любит Господа, она переживает за своих детей больше, чем за свое собственное, даже может быть, благополучие, состояние. И потому пусть Господь благословит, пусть воздаст за все молитвы, за все переживания, пусть вы увидите в вашей жизни исполнение тех молитв, которые вы несете пред Господом, чтобы ваши глаза, вы видели, как Писание говорит сыновей своих и дочерей, которые возвращаются, приходят, служат Господу, пусть это будет в вашей жизни, да благословит вас всех Господь. И я хотел бы сегодня, сегодня обратиться к Слову Божьему, которое записано в книге пророка Иезекииля 22 главе 30 стих, книга пророка Иезекииля 22, 30. И здесь записано такое место, Господь говорит через пророка Иезекииля, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Господь говорит к пророку Иезекиилю и через него всему народу израильскому того времени, я думаю, нам всем, что он искал человека, он искал, там было много людей, ведь в Израиле было много людей, и вот среди всех он искал одного человека, одного человека, который бы поставил бы стену и стал бы пред Господом в проломе за эту землю, чтобы Господь не поразил ее, и в то время Господь не нашел, не нашел. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, рассматриваем историю народа израильского, то сам период пленения с первого момента, когда народ израильский стал уходить в плен до разрушения Иерусалима, это было 150 лет, это был длинный процесс. Вот это полное поражение Израиля, которое произошло, о котором говорил пророк Иезекиил, оно не произошло сразу, это было на протяжении полтора века. Само пленение, оно происходило такими периодами, еще в 721 году до нашей эры, был как бы первый, первый такой, первый остат или первая часть израильтян, они ушли из Самарии, Саргон их увел в плен. Прошло около 20 лет, и после этого Синахирим увел часть, большую часть иудеев, написано 200 тысяч человек взял в плен. После этого был некоторое такое, как бы, затишье такое, на протяжении довольно длительного времени, как будто бы Израиль успокоился от этих войн, от этих пленений, и потом в 606 году до нашей эры был уведен Даниил вместе с другими пленными. Прошло еще немножко лет, около 10 лет, и Иезекиил был отведен в плен с еще частью иудеев. И в 586 году до нашей эры Иерусалим был разрушен. И вот интересно то, что вот это вот пророческое слово, которое мы прочитали, искал я у них человека, если мы анализируем книгу Проко Изекииля, смотрим хронологию событий, то оно было сказано 4 года до разрушения Иерусалима. То есть на протяжении вот этих вот 150 лет Господь, Он искал человека. Господь, Он искал человека, который смог бы отвратить вот это вот негодование Господне, или гнев Господень, или поражение, которое двигалось на Иерусалим. И Бог не нашел этого человека. И даже до 4 года до полного разрушения Иерусалима Господь продолжал искать. Господь продолжал искать человека. Господь продолжал искать человека, который мог бы стать в пролом за эту землю, чтобы защитить эту землю, чтобы полное поражение не пришло. И я верю, друзья, что если бы Бог нашел, даже в тот момент, когда Езекииль произносил это пророчество, за 4 года до разрушения Иерусалима, если бы Бог нашел человека, то Он бы не допустил разрушения Иерусалима. То есть Господь всегда, Он Бог человеколюбивый, Он Бог долготерпеливый и многомилостивый, но Ему нужен был человек. Он не мог отвратить свой гнев, Он не мог отвратить свое, изменить свое определение по отношению к Израилю и Иерусалиму. Он искал человека, который смог бы отвратить гнев его от этого народа. И вы знаете, друзья дорогие, я вижу в Писании, что немало это было, когда намерение Господне, оно менялось через человека. Возьмите Моисея. Он шел вместе с народом израильским по пустыне и не раз. Там было несколько раз, когда Бог говорит, «Отойди от этого народа, я в одно мгновение истреблю их». И тогда Моисей падает на лицо свое, и он говорит Господу, «Боже, Ты Бог милостивый, долготерпеливый, многомилующий, что скажут эти народы, из которых враги наши, что скажут египтяне? Они скажут, что Ты вывел народ, чтобы погубить их, Ты не мог ввести их в землю». И тогда вот эта заступническая молитва Моисея, она не раз спасала народ Божий от поражения. Она не раз отвлекала Божий гнев, то есть Бог уже сделал определение. Он говорит, «Отойди, я от Тебя произведу народ многочисленный, и сильнее, и более могущественнее, чем этот». Но вот заступническая молитва Моисея, она меняла Божие определения о народе израильском. Вы помните тот момент, когда уже началось поражение, уже началось поражение, и Моисей говорит Аарону, «Бери-ка дельницу, возьми огня с жертвенником, и беги, стань между мертвыми и живыми, потому что пошло поражение в народе». И вот уже люди пораженные падали, и вот когда Аарон, он взял эту кодельницу, он вышел, и он встал между мертвыми и живыми, написано, «Отстановилось поражение от Господа». То есть мы видим, что намерение Божье во зло человеку, намерение Господне судами и для поражения, справедливые намерения Господне, они могут быть изменены, если Бог найдет человека. И вот мы читаем, что Господь, Он на протяжении вот этих 150 лет, 150 лет Он искал человека, и по какой-то причине Он не мог найти. И я сам себе вот так думал, думаю, ну неужели не было 150 лет? Неужели не было человека? Ведь в то время было и немало пророков, о которых мы читаем. Это был период пророка Исаии, пророка Иеремии, сам же тот Езекиль. Ведь это были люди Божьи, через которые говорил Господь. И вот все-таки Бог искал человека, и Он говорит, что «Я не нашел человека». И знаете, рассуждая об этом, я увидел большую разницу между человеком, который должен встать в пролом, человек, который стоит в проломе, и человеком, который, как Писание говорит, страж Божий. То есть мы читаем о Иеремии, о Исаии, что Господь поставил их стражами на стенах народа. Мы читаем об Исаии, Исаии 21, 8. Господь говорит, «На страже моей стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи». И сам Господь, Он ставит стражи, и есть большая разница между служением стража и между служением человека, который становится в пролом. Хотя у всех у нас есть общие ответственности пред лицом Господа, когда любой человек, он может выступать как страж на стенах Иерусалима, когда каждый человек, он может молиться за других людей. Но вот есть особые моменты в духовном мире, когда Бог ищет человека, способного исполнить его определение. Этот человек должен обладать особыми качествами. И вы знаете, вот страж, он имеет свое определение. В Аввакуме мы читаем, что «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, что скажет он во мне». В Еремии 6, 27 написано, «Господь сказал, башнею поставил я тебя среди народа моего столбом, чтобы ты знал и следил путь их». И дальше Господь говорит Еремии, что «тем, кому я пошлю тебя, ты пойдешь, и что скажу тебе, ты скажешь». Мы в Езекииле читаем, в двух местах Господь сказал, что «я стражем тебя поставил для народа моего, и ты будешь говорить слова мои в уши, будут они тебя слушать или нет, ну скажи все». Дважды Господь сказал Езекиилю. То есть служение стража, оно больше определялось способностью слышать Божий голос, видеть Божьи пути, видеть состояние народа и передавать, вразумлять народ, останавливать народ, каким-то образом предупреждать. Это очень важное служение. И мы видим в Писании, что немало было тех людей, кого Господь ставил как стражей, и Он дал повеление, что стражи не умолкайте, не умолкайте, доколе Господь не восстановит Иерусалим, доколе Господь не соделает свое дело. Это было особое служение, особое повеление было дано стражам. И, друзья дорогие, есть очень много признаков, которые стражи, они должны, они должны или качеств, которые страж, он должен иметь в себе, чтобы быть способен во всякое время провозглашать Божью истину. Поэтому им было сказано и днем, и ночью на стенах Иерусалима. То есть бывает время, когда благословение, когда как день духовный, когда церковь в таком духовном подъеме, и тогда легко быть стражем. Но бывает время ночи, бывает время, когда все как-то погружаются в такую тьму духовную, и этому стражу нужно очень бодрствовать, чтобы получать слово от Господа, чтобы видеть четко, видеть ясно, чтобы не стать, как все, не раствориться в массе такого охлаждения. И это служение стража. Есть немало характеристик стража, которые я увидел в Писании, но мы сегодня не будем говорить. Я хотел бы единственно сказать, что служение стража и служение человека, стоящего в проломе, они имеют большую разницу между собою. И потому, когда Господь поднимал стражей, даже смотря на них, Он видел, что это у них свое служение, они провозглашают мою волю, мою истину. Но Господь в то же самое время искал человека, который мог бы стать в проломе за народ израильский, который мог бы стать и отвратить гнев Божий от этой земли. И Господь, ища этого человека, к большому сожалению, Он не нашел этого человека. И вы знаете, друзья дорогие, Господь сказал, что искал я у них человека. Ведь Господь не сказал, что искал я у них какое-то, ну, может быть, организованное служение. Господь не искал какой-то сенот священников. Господь не искал какую-то, может быть, ну, структуру налаженную, организованную. Ну, я не знаю, как назвать в то время, как назывались все их организованные духовные структуры в то время в храме. Вот, Господь не искал этого. Ведь и тогда были священники. Мы читаем, тогда была масса пророков. Мы это находим в Священном Писании, что были многие пророки, и цари к ним приходили, и они давали им пророчества. И были верные пророчества, ложные, неверные, разные были пророчества. Но Господь, Писание говорит, что искал я у них человека. Искал я у них человека. Вот очень часто мы очень сильно смотрим на служение церкви как структуры. Мы очень заинтересованы в развитии нашей церкви, нашей деноминации, наших, ну, может быть, наших проектов каких-то, методики и тому подобное. И несмотря на все это, Господь смотрел, и Он искал одного человека, друзья. Вот есть что-то, что Бог ищет. Вот есть что-то, что Бог ищет. Он ищет сердца. Он не ищет нашей организации. Он не ищет нашего человеческого, насколько бы оно не было хорошо, насколько бы оно не было положительно, позитивно для церкви. Но, друзья дорогие, Бог, Он хочет двигаться в человеке. Бог, Он хочет действовать через человека. Бог, Он хочет действовать в этом мире вне структуры, вне организации человеческого характера. Но Бог ищет человека, и Он, смотря на все, Он смотрит, но не может стать, не может со всеми ихними оболочениями священническими, со всеми ихними жертвоприношениями, со всеми ихними праздницами, но не может стать вот эта вот духовная структура того времени в пролом за землю. И Бог искал человека, Бог хочет двигаться в человеке. И вы, друзья дорогие, я думаю, согласитесь со мной, что в наше время очень много организованного человеческого движения, и мы очень часто Бога призываем в наши планы, но Бог ищет человека, который был бы настолько готов, настолько сердцем чувствителен, настолько сердцем чутки к Духу Святому, что Бог мог бы действовать через этого человека, который бы не искал своего, который бы не смотрел на себя, не смотрел по сторонам, но который был бы способен встать в то место, в которое Господь хочет его поставить. И в то время Господь не нашел, друзья, Иерусалим был разрушен. И когда мы смотрим Писание, то мы понимаем, что это должен был быть особый человек, особый человек. Если мы, как Господь взял, Он прообраз такой стены, в которой есть пролом, или как пролом, как часть стены развалилась, как дыра такая, скважина, Господь, Он показал такой прообраз, что если мы смотрим на этот город, окруженный большими стенами, и там стоит войско вокруг этого города, которое осаждает этот город, и вот в одном месте, может быть в самом слабом, может быть в самом неукрепленном месте, мы не знаем, но именно в том месте произошел пролом, то есть отверстие, какая-то, может там где дверь, я не знаю, но произошло небольшое отверстие в этой стене. И вот в чем духовное значение человека, стоящего в проломе? Дело в том, что когда стена окружена, то враг не может войти в город со всех сторон, но если есть пролом, если есть отверстие, то враг, он сконцентрируется, и все силы врага, они просто через одно это отверстие, они входят в город. И вот посмотрите, если мы смотрим на город, который окружался, окружался многотысячной армией врага, и как бы армия врага со всех сторон, она давила на этот город. И вот когда пролом в одном месте, то все силы врага, которые были направлены на всю церковь, которые были направлены на все общество, на все сферы жизни, вдруг в один момент они направлены на этот пролом, на это место, на это отверстие. Вот такая мощь, такая сила, вот такое давление врага именно в том месте. И стоять на стенах Иерусалима и видеть войско врага, и видеть запустение, и видеть поражение в церкви, и видеть отступление, и видеть где что неправильно, это может, могут и больше людей сделать. Но встать в то место, встать в то место, где пролом, где многотысячная армия противника, и ты один стоишь, чтобы отразить эту силу, это давление врага, и тебя некого, кто бы помог, и ты один должен принять на себя вот такое духовное давление демонических сил. Не каждый может это выдержать. И потому Господь не мог поставить в то место любого человека. Бог не мог поставить в то место человека, который не выдержал бы этого давления. И вот на протяжении 150 лет Господь исследовал сердца людей. Господь смотрел на каждого человека. Найду ли я человека, который не дрогнет? Найду ли я человека, который не потеряет веру? Найду ли я человека, который не ослабеет? Найду ли я человека, который не опустит руки? Найду ли я человека, которого колени не устанут стоять? И сможет ли он выдержать давление врага в этом проломе? И Господь, смотря, он не нашел. Потому что это было особое состояние сердца, которое искал Господь. Ведь скважина или трещина, которая была в народе израильском, мы читаем об этом и в книге про Иезекиилия и Иеремии, где Господь говорит, показывал вот эти откровения, видения, где была стена и была скважина, было отверстие. И Господь ведет Иезекииля дальше через это отверстие, и Он видит там, как множество высокопоставленных руководителей народа израильского, они поклонялись идолам, они приносились жертвы, они на стенах рисовали образы идолов. И вот это вот отверстие или эта трещина, которая в одном из мест написано, что вот эта вот трещина, она сделается, она приведет к тому, что разрушится вся стена. И вы забеливаете, вы закрашиваете эту трещину, но она будет разрушительной для вас. То есть Господь видел, что в духовном плане народа израильского давно был вот этот пролом, давно была эта трещина. И поначалу оно кажется может быть небольшое, поначалу небольшая скважина, небольшая трещина, и может быть ее можно заделать, может быть ее можно забелить, закрасить. Но Господь, когда вел Езекииля через эту небольшую скважину, отверстие, Он увидел, что там в глубине есть уже серьезное поражение в народе израильском. И потому вот через это отверстие, через эту трещину, через эту трещину враг он смог войти через стены народа израильского. И мы читаем в Писании, друзья, несколько примеров, где люди, они становились в пролом, они становились в пролом за служение, за спасение народа израильского. Мы читаем это известное место в первой книге Параллепоменон, 11 главе, написано с 12 стиха. «По нем Ильязар, сын Дода, Ахахианин, из трех храбрых, он был с Давидом в Ассадиме, куда филистимляне собрались на войну. Там поле ячменя была засеяна, часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его, и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое». Когда мы читаем в царствах это же место, то написано, что один из них, из этих, кто заступился за это поле, он настолько боролся против этих филистимлян, что написано, что его рука прилипла к мечу. Его рука прилипла к мечу. И вот это хороший прообраз человека, который может встать в пролом за спасение народа Божьего. То есть мы видим, там была вся армия, вся армия израильтян. И написано, что было сильное противостояние, сильное противостояние. И дрогнули полки народа израильского, и побежали. Написано, все побежали. Но вот было несколько человек, несколько человек, которые увидели это ячменное поле. И они увидели, что если эти филистимляне, они пройдут своими полчищами по этому полю, народ израильский лишится пищей. Народ израильский лишится хлеба. Народ израильский лишится Слова Божьего в конечном итоге. Мы знаем, что хлеб это Слово Божье. И вот эти люди, они не дрогнули. Они не дрогнули. И они стали, они стали перед этим полем ячменным, стали. И они отразили натиск врага. Они отразили. И, друзья, дорогие, я не думаю, что им было легче сражаться, чем если бы вся армия израильтян стояла на том месте. Ведь силы противника не уменьшились. Ведь их осталось же столько, такое же количество. И более того, когда враг видит, что он, израильтяне оступают, ну, поднимается какое-то чувство героизма, чувство вдохновения, чувство воинский крик какой-то. И вот с таким вот пониманием, что они уже выиграли победу, предвкушая победу, враг бросился на этих нескольких человек, которые стояли и которые защищали это поле. Друзья, дорогие, сегодня я верю, что Господь, Он ищет, Он ищет человека, Он ищет человека, который мог бы стать в пролом. Он ищет человека, и непростого человека Господь ищет. Непростого человека. Друзья, ведь это ячменное поле. Написано, что Господь взял эти хлебы, преломил, и произошло чудо. Оно умножалось. Вот есть что-то особое, когда мы способны получать Слово свыше. Есть что-то особое, когда, может быть, его немного, но оно от Бога, чистое ячменное Слово, оно от Бога, то оно умножается. Когда-то к Елисею, пророку, пришел молодой человек, написано, слуга отрок, пришел. И там мы не знаем его имени, не написано имени. И он с собой принес несколько хлебцов, лепешек и жменью сырых зерен в шелухе, даже написано, в шелухе. И тогда пророк Божий говорит ему, дай людям пусть едят, дай людям пусть едят. Он говорит, что здесь до такого множества? Он говорит, дай людям пусть едят, ибо так, говорит Господь, наедятся, насытятся и останется. И он дал это людям, и написано, что... И там было сто человек, сто человек на Елисе, насытились, и еще осталось по слову человека Божьего. Вот, друзья дорогие, вот есть что-то особое, когда этот отрок, который пришел без вида, без величия, не имея никакого, может быть, даже и ранга в священном служении, но вот у него было вот это вот, были вот эти вот зерна в шелухе. Это зерна в шелухе, которые не обработаны из зерна. Это зерна, на которых человеческие приспособления, руки, не приложили никакого усердия к этому слову. Что я имею в виду, друзья? Есть, на английском называется, unprocessed food, да, то есть пища, которую не переработали, пищу, которую не забрали оттуда важных ингредиентов, не добавили туда многих разных... В наше время вы найдете, что, если вы возьмете любую еду покупать в магазине, любой продукт, вы найдете там очень много ингредиентов. И помимо того хлеба там будет, там будут и краска желтая, и зеленая, там будут и различные химикаты, там будут и сахар, там будет все что угодно. Там такой список ингредиентов в том хлебе. Этот хлеб – продукт, обработанный человеком. Добавляются, чтобы был вкуснее, чтобы люди кушали больше, покупали больше, чтобы красивее было, чтобы мясо было краснее, чтобы оно сочнее казалось. И вот есть необработанное Слово Божье. Есть зерна в шелухе, которые приходят от Божьего престола, когда человек не добавляет туда своего. Но это Слово, пусть его немного, братья и сестры, но оно необработанное человеческим разумом. Пусть его немного, пусть оно не такое красивое, пусть оно не такое впечатляющее, но оно от трона Божьего присутствия. И это Слово умножается. И это Слово творит чудеса. И это Слово приводит народ Божий в движение. И приходит Божья благодать. Потому что Слово приходит от Господа, необработанное человеческим разумом. Человек, он не смотрит, что сказать людям, чтобы принялось его слово. Человек не пытается быть человекоугодником, но он стоит пред Богом, и он получает от Бога живое слово, истина. И вот есть большой секрет в этом слове, которое может быть, как мы сказали, его не так много, но оно умножается. И пусть едят люди, пусть едят, дай людям пусть едят, и умножится, и еще останется. И вот эти вот люди, которые были там, которые стали, чтобы сохранить это слово, как сегодня нам, друзья дорогие, нужно вот эти вот люди, которые могли бы встать, могли бы встать в пролом. Потому что я думаю, что все вы согласитесь со мной, что в наше время, в наше время очень, очень мало сегодня, друзья, вот этого живого слова, которое исходит от престола Божьей благодати, которая приводит к купальню Вефеста в движение воды. И нам нужно это слово, нужно это слово. Есть очень много у нас человеческого, есть очень много у нас того, что мы правильно понимаем богословское учение, и мы передаем это слово своими человеческими качествами, пониманием и своими способностями. Но нам нужно, нам нужны те люди, которые могут выдержать это давление врага, ведь враг заинтересован забрать живое слово из церкви. Враг заинтересован забрать живое слово из сердца человека. Это его цель, чтобы забрать это. Посмотрите, друзья, в Писании Иисус говорит, однажды своим народу Он сказал, что когда вы смотрите на небо, когда вы смотрите на небо и вы видите, что там поднимается облако, то вы говорите, завтра будет дождь, завтра будет дождь. И точно так бывает, вы правильно понимаете. И тогда Иисус говорит, что понимать лицо неба вы умеете распознать, а времени сего распознать вы не можете. То есть служение человека, который стоит в проломе, он прежде всего должен понять время. Он должен увидеть этот пролом, он должен увидеть нужду. И очень часто мы уподавляемся этим людям, как же точно так, как и ученикам Иисус однажды сказал, не говорите ли вы, что еще четыре месяца и будет жатва. А я говорю вам, поднимите глаза ваши и посмотрите, жатва уже побелела, не вы побелели. И к большому сожалению, мы можем распознать очень хорошо то, что происходит на земле. Мы видим, мы можем анализировать, мы видим, будет дождь, будет ветер, будет жарко. Но к большому сожалению, зачастую мы не видим духовных планов Божьих. Ведь Господь тоже хочет, чтобы на духовную сферу жизни человечества пришел обильный дождь. Ведь когда-то пророк Илья, он был на горе, кормил, и он говорит этому слуге, иди посмотри к морю, есть ли там облако. И слуга побежал, приходит, говорит, нету. Он говорит, иди еще раз. Он еще раз пошел. Нету, говорит. Говорит, иди до семи раз. До семи раз. И на седьмой раз этот слуга, он заметил маленькое облако, которое поднималось. Он говорит, вот облако с ладонь человека. Илья говорит, иди, скажи Акаву, запрягай колесницу, будет дождь. Смотрите на Илью, на пророка. Он видел приближение дождя до того, до того, как слуга увидел. Он встал на колени, и тогда он уже в своей заступнической молитве, он уже видел сильный дождь. И потому он говорит, слуга, ты не видишь этот дождь? Иди, я уже вижу его. Иди, иди еще раз, еще раз. До семи раз, пока не увидишь. Потому что Илья, стоя на коленях, он видел уже этот дождь. Это одна из характеристик человека, который способен быть в проломе за землю. Он видит приближение Божьего дождя. Он среди всей этой засухи, среди всего этого охлаждения, он видит излияние Божьего Духа, которое идет на народ Божий. И он стоит на коленях. И он говорит, иди, смотри. Время приближается. Время Божьего Бога действовать написано. Аллилуйя, братья и сестры. Этот человек, который видит Божьи планы на этой земле. И когда люди говорят засуха, когда люди говорят, что нету ничего, этот человек стоит на коленях, и он получил от Бога обетование, и он вымаливает это обетование для народа Божьего. Писание говорит, что просите у Бога дождя. Друзья, о пробуждении нужно просить. Если Господь сказал, что просите, значит нужно просить. Оно, само собой, не придет. Я хотел бы обратиться перед нашей молитвой. Еще есть место Священного Писания, которое я недавно читал, и оно коснулось меня, друзья. Оно записано в Бытие, 49 глава. Бытие, 49 глава. 14-15 стихи. Иаков благословлял своих детей, и об одном из сыновей он сказал такие слова. И Сахар осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. И Сахар осел крепкий, то есть, описывая это состояние, это одно из колен израильских, это был довольно крепкий в то время человек, колено, это пророческое слово, это пророческое слово, крепкий осел, то есть, имеющий особую силу, он мог много что делать, он мог много что делать, производить. И вот однажды написано, что он лег между протоками вод, там были потоки вод, и он лег там. И написано, что он увидел, что покой хорош, он увидел, что покой хорош, ему было приятно. Там была тень, там были деревья, там была трава зеленая, там журчал ручей воды, и из Сахар он лег у потока вод, у потока вод. И написано, что когда он лег, он преклонил свои плечи для ношения бремени, для ношения какого-то груза, для ношения каких-то, ну, тех нож, и стал работать в уплату дани. Смотрите, друзья, вот этот вот сильный осел, вот этот прообраз сильного животного, которое выдерживает и засуху, и выдерживает большие длительные путешествия, неся груз. Вот это вот, вот это прообраз этого осла, это люди, друзья, это люди, которые имеют силу от Господа, которые имеют благодать Божию, которые имеют потенциал духовный. И вот в какой-то момент они увидели, что лежать легче. В какой-то момент они увидели, что греться там на солнышке под тенью может быть у этой воды приятнее, покой приятный, покой приятный, и они остались там. И написано, он стал рабом, он стал рабом. И вот в нашей жизни очень часто так происходит, что имея духовное благословение, имея духовное помазание, имея духовное призвание, люди расслабляются в своем духовном состоянии, и мы очень часто можем уподобиться этому Иссахару, что имея от Господа вот это призвание стать в проломе, имея от Господа вот это повеление защитить эту землю, защитить своих детей, молодежь, церковь, пожилых, кого угодно, этот мир погибающий, имея от Бога, от Духа Святого печать призвание стать в пролом за погибающую землю, очень часто народ Божий, он подобно этому Иссахару, он ложится, ему приятно, ему все приятно, песни приятные, проповеди приятные, но у него нету больше рвения, у него нету больше вот этого дерзновения, у него нету больше посвящения, он не может больше тревожить небо, потому что это труднее, потому что атаки врага идут на него, потому что вся сила ада восстает против этого человека. И я думаю, друзья, что сегодня Господь ищет таких людей, которые не лягут, как Иссахар, но которые будут стоять в проломе за эту погибающую землю. Пусть Господь поможет нам, друзья, мы будем молиться, мы будем молиться, и я верю, что каждый из нас, мы знаем людей, которые нуждаются в заступнической молитве, каждый из нас, это наши родные, это наши родственники, в конце концов, это весь мир, который погибает, который идет, идет катиться в эту бездну, беззаконие и погибели. И сегодня Господь среди церкви, Он также ищет людей, это особые люди, друзья, это особые люди, которые могут выдержать. В тот момент, когда человек становится в заступническую молитву, он почувствует на себе атаку врага все больше и больше. И пусть Господь укрепит, я знаю, что здесь есть люди, которых Господь призывает к этой заступнической, кодатайственной молитве, за кого бы то ни было, и Господь тревожит вас днем и ночью. Мне подходит один пожилой человек, в годах уже, и он говорит, каждую ночь я пробуждаюсь в три часа утра, я просто молюсь за молодежь, молюсь, молюсь за молодежь, поднимаю руки, молюсь. Друзья, есть люди, которых Бог тревожит, есть люди, и Он ищет. Он говорит, искал я у них человека, искал я у них человека, который смог бы встать в этот пролом и своей молитвой, своей верой, своим кодатайством, своим подвязанием защитить эти души, защитить эту землю, чтобы я их не поразил. Аллилуйя, друзья, давайте мы встанем для молитвы.